Ииии всем привет, уважаемые зрители, с вами Ингвар, и добро пожаловать на очередное видео, а также добро пожаловать на очередную реакцию. Сегодня мы снова будем делать какую-то реакцию на что-то. Таким образом я выполню просьбу подписчика, просьбу коллеги, вероятно, то есть о чем это, о ком это. Вероятно вы знаете много различных каналов о тачках, как русских ютуберов, так и иностранцев. Но вероятно вы знаете такой канал, как Илья Уан, который также делает контент о тачках, да и не только о тачках, например. Делает различные обзоры на различных фигурок из различных мультиков, в основном это мультики Дисней, также бывают игровые стримы и всякое прочее. То есть вот такой канал о тачках, о мультиках Дисней, то есть вот такой у нас канал под названием Илья Уан. Я думаю вы знаете о нем, не впервые слышите, вероятно где-то вы у меня в комментариях его видели и так далее. Так что именно сегодня будем на него делать реакцию, посмотрим одно видео, по его просьбе, конечно же, его выбору. Мы посмотрим сегодня Sweet Box из коллекции Angry Birds. Там вроде бы имеется 10 или 12 штучек, мы посмотрим кто же, что же там, заодно оценим, конечно же, мы, возможно, монтаж и так далее. Так что давайте я не буду тянуть, я уже намек дал, надеюсь мне получилось начало сделать интересным. Теперь давайте перейдем к рабочему столу, все это посмотрим, временами буду где-то комментировать и сделаем вывод, и таким вот получится у нас развлекательным видео. Надеюсь, зашло хорошо, приятного просмотра и начинаем. А какой у нас сегодня декабря? Все верно, 9 декабря, и здесь уже атмосфера постепенно начинает появляться, проявляться, да? Ну давайте откроем 9 декабря, и у нас эта атмосфера увеличится в разы. Сначала нам нужно найти это число, а находится оно прямо вот здесь на ноге. Конечно, тут можно гадать, можно не гадать, но вероятно будет опять какая-то постройка, надеюсь, очень даже крутая, потому что, ну, фигурку сейчас класть, правда, уже, ну, не нужно, пока что рановато, можно и попозже. Но постройка должна быть, не знаю, наверное, какое-то здание. И, опять же, транспорт. Хм, окей, почему бы и нет, и у нас транспорт очень даже прикольненький. Наверное, вы смогли разглядеть, рассмотреть, то есть вот. Это получается у нас как бы такой монстр, не монстр, трак, что-то наподобие этого. Окей, то есть соберем такую огромную махину, и могу сказать, что потом нас ждет такой как бы как трамплин, не трамплин, что-то наподобие этого. Но также мы еще и получаем здесь полезные детали вещи. То есть, допустим, вот эти детали, они полезные, потом, опять же, вот такая полезная деталь, то есть мы уже второй раз в этом календаре видим, потом вот это, то есть детали здесь, правда, ну, имеется немало полезных. И, тем более, мне этот календарь понравился чем? Тем, что вот имеется вот такой в мини-масштабе транспорт, он, правда, прикольно выглядит, здание. Поэтому и решил взять, потому что он примерно такой же, как и предыдущий, потому что в прошлом году у нас такой же самый был календарь с такими же всякими темами, поэтому я, ну, никак не мог обойти стороной такой календарь и его приобрел. Так, надеюсь, я правильно собираю, потому что, ну, а иначе никак. Если вдруг что-то неправильное соберу, то придется за кадром пересобирать. Ну, надеюсь, не придется. То есть вот такой будет огроменный транспорт, он будет занимать аж две линии, даже не хватает немножко места. То есть, о, какой у нас монстр-трак. Затем мы собираем, получается, верхнюю часть, это сюда, это сюда. Как-то я очень смотрю интересно на эту инструкцию, вам бы лучше не видеть вообще и не знать, как я это все собираю. Значит, вот такой джипик, вроде бы в Лего Сити такой подобный набор имеет здесь, не ошибаюсь. Только это просто они здесь в мини-масштабе сделали. И очень даже правильно, что сделали. Если ты не хочешь, не можешь купить дорогой набор, ты можешь хотя бы в календаре его получить. И такой подход, очень даже нравится. В общем, вот такой у нас монстр-трак, монстр-джип, правда, прикольный. Да, может, с шинами, с колесами, вот с этими, как-то может, чуть-чуть странноватенько, возможно, чуть-чуть. Ну, а так, сама идея прикольная, классно, вроде правильно, собрал. То есть, вот такой транспорт, он, конечно же, занимает немало места, и вот здесь где-то будет располагаться. То есть, уже транспорта имеем немало, а завтра, вероятно, какая-то постройка, либо для него трамплин, либо даже фигурка. Но узнаем, это, конечно же, 10 декабря. Ага. Оригинально, честно, оригинально. Хэллоу всем, друзья, с вами Илья Ауан. И сегодня, сразу же после лего минифигурок, я решил сразу распаковать три коробочки по Angry Birds, которые я нашел на книжной ярмарке. Да, возможно, вы давно у меня уже не видели цветбокс на канале, и тем более я сам... Я подумал, будут открываться 10 штучек или 12, где-то что-то я подглянул, увидел, но, видимо, не то подглянул. Упси-дюпси. Так что, наконец-то, снимаю это долгое время. Значит, как вы видите, эта серия переизданная, то есть, если раньше был изображен просто Red, и сзади была такая картиночка, то есть, место, где они жили, то здесь просто у нас изображен сам персонаж Red. И также тут изображен чак, написано здесь, что эта игрушка флокированная, высотой всего 5 сантиметров, так и еще здесь имеется мармелад с игрушкой, как тут написано. Сверху коробочка упакована прикольно, то есть, видно вот эти все красные перья, и также написано коллекционная игрушка и вкусный мармелад. Здесь же представлена вся коллекция. У меня один персонаж из этой серии как раз есть, я вам потом его позднее покажу. Также написано здесь, что в каждой коробочке BirdCode с дополнительной реальностью. Скачай, сканируй, играй вместе с персонажами. Кармелад здесь от 9 июля 2019 года до 1 июня 2022 года. То есть, можно еще тянуть и сходиться. Таким ножичком, ух ты ж. И я вам покажу, что у нас представлено в этой коллекции. Могу сразу сказать, что у меня имеется из этой серии Red. Ну, вот у нас вкусный мармелад. Кстати, в серии Angry Birds, когда она издавалась официально, здесь было на русском написано вкусный мармелад. Фруктовые мармеладки со фруктовым соком точнее, без ГМО и 100% вкусные. Давайте я... 100% вкусные. А точно 100% вкусные. И действительно всем понравится. Как бы, ладно, это может подираясь, но просто когда так пишут, что 100% ёшкин кот, они понравятся всем. А действительно, вот тут уже другой вопрос. Вот. Покажу вам, как они хотя бы выглядят внутри. Просто вот так вот. Покажу. Вот они все такие выглядят внутри, с разными вкусами. Ну и сам, конечно же, пакетик. То есть, вот у нас белый пакетик. Здесь логотип Angry Birds. Основа, я как вижу, жёлтая. Шестнадцатый год от производителя Rovio. Так. Давайте мы раскроем первый пакетик. Тут... И узнаем... Свинюшка, как я вижу. Попробуем это для меня или нет. Вау! Болень, вообще мимо. Это просто прикольная фигурка. Это у нас получает... Почему я подумал, что свинюшку, потому что сотру что-то как-то пузатое внутри. То есть, как-то проглядывается, что ли, зелёный цвет. Видимо, там вот эта вот, как бы, вкладочка вот эта вот мешала. В общем, ладно. Как бы, не получилось отгадать. У меня ещё две попытки. Попытаемся. Матильда по игре, помню, она стреляла как раз-таки яйцами различными своими. И также представлен у нас вкладыш. Дядя коллекция. То есть, тут у нас зелёные свинки, чак, бомб, ред, могущественный орёл, ещё один ред, Матильда и зелёные свинки. Хм... А вот почему положили два реда? Вопрос. Почему? А он, как бы, это не отличается. Просто тут он как-то стоит, ну, более-менее смирно, а там такой чуть злой, что ли, что-то наподобие этого. Могли бы и другого положить, либо какую-то свинку необычную, либо другую птичку голубенького цвета, например. Либо какого-то ещё другого героя, но неповторного, как бы. И так их восемь штук, а так получается семь, даже как бы шесть, потому что две свинки, ну ладно, один усатый, другой не усатый. Но вот, как бы, вот к реду есть некоторые претензии. Ну ладно, ладно, пусть будет так. У меня как раз имеется из этой серии ред, который сложил эти крылья. Вот он. А. Ну и давайте мы прочитаем про Матильду. Матильда – дзен-лидер группы управления гневом на Птичьем острове. Она раньше была злой птицей, но осознала ошибку и пытается исправить её безмятежным поведением хиппи. Новые ученики Матильды Рэд, Чак и Бом все время проверяют её спокойствие на прочность. А она, в свою очередь, пытается провести их в безмятежности. Любит садоводство, медитацию, не любит конфликты, драки и дисгармонию. Сам мультфильм, сразу скажу, я смотрел. И эта фигурка просто замечательная. Она вся полностью флакированная, бархатная, только не единственное, у неё хвостик и гребешок, получается так, раскрашены в розовый цвет. И они, ну, точно не пластиковые. Они, наверное, какие-то резиновые, что ли. Сама птичка на подставке такой. Расположены маленькие у неё ножки. И здесь на подставке, если так приглядеться, написано 2016 Рофио. Ну, что-то там можно было разглядеть, конечно, только очень. Чуть-чуть. Так, мои способности через экран. Прочувствовать. Отгадаю, не отгадаю. Так, реклама. Не надо. Посмотрим, что же здесь. Опа, и у нас сразу тот самый Бёрдхот изображён. Но печально, что серия Angry Birds уже не особо актуальна. Вот ещё у нас, кстати, интересно. Тут ещё, оказывается, присутствует наклейка с Чаком. Или это такая игрушка, как 2D на подставке. Мы с этим попозже разберёмся. Такой же мармелад, какой и был у нас до этого. Но у нас ещё один Ред. Сейчас я посмотрю, что фигурка эта повторная или же всё-таки нет. Тут я уже потом увидел красный цвет, так что тут я бы, может, догадался, но в общем. Фух, к счастью, у меня такого Реда нету, потому что если этот у меня сложил крылья, как видите... Наверное, неплохо, да, выпустить два вот таких Реда. Наверное, он очень популярный. Но всё равно, просто он отличается чем? Один сложил крылья, другой разложил, скажем так, да? Всё. Тут, получается, кому-то больше понравится такой, либо такой. А зачем тебе, допустим, два? Ты, допустим, хочешь одного Реда иметь. А тебе попался второй. И что делать? И как быть? Вот как-то вот не понимая иногда такую логику, когда вот, например, делать какую-то вот такую коллекцию, в которой не так-то и много и так фигурок, а они ещё в эту коллекцию добавляют, например, какую-то фигурку, которая может повториться два раза, хоть она будет отличаться, но незначительно. Вот я вот этого как-то не могу понять, как-то зачем. Но есть ведь много других героев, а они вот как-то вот так вот делают. Но, в общем, либо это я такой, либо действительно так надо размышлять, но, в общем, ладно. То есть тут свои нюансы, плюсы и минусы, всякое прочее. В общем, как есть, так есть. Он неплохой, что так и так, но как-то можно было и другого, что ли, положить. Он очень серьёзно потрепался, потому что у меня он старенький уже. А этот просто опустил крылья и просто так злобно смотрит. Любые все пёрышки, они тут хорошо проделаны. То есть мне эта игрушка тоже нравится, как и до этого было. Сейчас я уберу коробочку и прочитаю вам про Реда. И, конечно, откроем, распакуем ту игрушку. Ред. Ред живёт на самой окраине Птичьего острова. Он очень эмоционален и вспыльчив, поэтому постоянно выплёскивает весь негатив на окружающих. Поэтому ему приходится посещать специальные курсы, которые помогают ему контролировать свой гнев. Любит заботиться о своих делах, быть правым, спокойствии. Не любит рецемерия, неестественное счастье, шумных экстравертов. Ну, поскольку я помню мультфильм, Ред вообще был вспыльчивая личность, потому что его с детства постоянно травили и не давали ему спокойно жить. Грубо говоря, использовали. Даже когда он в начале мультфильма устроился курьером по доставке тортов различных гнёзда, его потом оштрафовали и как раз сказали ходить на эти курсы к Матильде. В общем, клювик у него и хвост такие вот пластиковые получаются, а сама фигурка бархатная, и его очень приятно держать в руках. Также тут лапки на подставке, и они сливаются с такой вот подставочкой. Ну, прикольно. У меня уже имеется три персонажа и ни одной повторки. Тресс фигурас. И давайте сразу... Чуть-чуть. Я вам покажу... Эээ... Испаньон. Вот этот. То ли стикер, то ли 2D-игрушку, непонятно что. И... Сейчас мы на неё внимательно так вот посмотрим. Угу. Это у нас получается пазл. Как интересно. Так, главное тут аккуратно фигурку. И подставочку саму. Хм. А почему в первой не было? Это на удачу? Получается у меня... Вот что-то наподобие этого. Ну, прикольно. Чак, конечно, выглядит сам круто. Картонный такой пазл. Как 2D-игрушка получается. И здесь у нас что-то наподобие креста. Ну, конечно, я не любитель такого, но почему бы и нет. Собственно, в коллекцию приобрести тоже можно. И давайте мы распакуем последнюю коробочку. Попытаюсь, попытаюсь догадаться. Надеюсь, что там повторов никаких не будет. Потому что, как вы знаете, прекрасно девиз видбокса. Не откроешь, не узнаешь. Ух ты! Вот тут, вот эта неожиданность. Тут получается еще один персонаж. А, да, я забыл вам показать. В общем, как тут идут, как и 3D-игрушка, так получается и 2D. А то как-то и состыковочка маленькая. Как бы в первом нету, во втором есть, в третьем нету, а в первом что? Как это? Ага, все, вот. Теперь все стало на свои места. Замечательно. Вот эту вот большую птичку я не помню, как зовут, к сожалению. И также у нас здесь бомб. Блин, это прикольно. Ну и давайте мы тут распакуем еще одну картонку. Пакетик, точнее, может быть. Если это будет повтор, то... Вообще без понятий. И да, к сожалению, я уже вижу, что это у нас еще одна Матильда. То есть вот, по розовому гребешку ее можно узнать. Эх, печально, конечно, я ее распакую. Хотя нет, наверное, распаковывать не буду. Пусть она у меня хранится в этом пакетике. Но печально, конечно, что у меня один тут повтор. Я его, возможно, разыграю, потому что... Либо же отправлю кому-то из подписчиков. Ну, получается, у меня всего две новые игрушки игрушки из этой коллекции. плюс еще имеется как Чак, так и большой брат на букву Т Реда, точнее, который очень на него так похож. А то, знаете, было бы прикольно заполучить всех героев в коллекцию, хотя бы всех троих. Но прикольно, что у меня хотя бы Матильда и два Реда присутствуют. Сейчас я их по-быстрому тут обклею, соберу. И у меня получится что-то наподобие 2D игрушек. То есть это, получается, у нас картонный пазл и тут уже Rovio 2017 написано. Интересно. Ну, собственно, вот. Вот она у меня получилась вся коллекция. Очень прикольно, что мне из двух коробочек досталось из трех коробочек досталось хотя бы два персонажа новых. И сейчас я поставлю вкладыши на задний план. Ну что ж, друзья, если подводить итоги, то получается у нас тут вкусный был мармелад. Аж три пакетика таких. Затем у нас еще одна повторная Матильда. К сожалению. Печально, конечно, что она мне второй раз выпала, но да ладно. Также имеются три пазла с персонажиками из серии Angry Birds и также Матильда и второй Ред. Ну что ж, ребят, я думаю, можно заканчивать, потому что не вижу смысла продолжать. В общем, эти Angry Birds возвращаются. если я еще найду что-то из этой коллекции по Angry Birds, то обязательно вам покажу и о ней расскажу, потому что в этой серии мне тоже интересно и она мне тоже очень нравится. Это был канал Gileo One, еще увидимся в других обзорах и видео и всем пока. Connecting? А! Пу, нет. Хм-хм. А вот и наш другой календарь, также откроем 10 декабря. Но! Тут как-то смотрится не очень что-ли поживее, то есть в Лего Сити вы помните, да? Тут транспорт размещен, тут что-то и тут еще что-то фигурки и так далее. А тут получается такая кучка и такая кучка. Может быть просто как бы я так расставил, либо действительно так. Но давайте откроем 9 число и узнаем что же там. Я думаю там тоже будет такая интересная постройка. Вряд ли третья часть этого здания или чего. Я даже не знаю и не понял что это, но что-то должно быть, а может даже в миниатюрном виде транспорта Мстителей хотя могло быть, потому что здесь есть такое. Ну в общем давайте посмотрим и а что это у нас такое? Здесь это у нас получается как бы относящийся к Тони Старку. О, это уже со смыслом. То есть его арк, да, это у нас арк, это еще что-то такое подобное. Тоже как бы для него такой подарочек с намеком. Угу. Ну и по деталям тоже в целом это неплохо. То есть тут мы уже получаем тоже неплохие детали. То есть когда мы собираем подобные подарки мы получаем примерно такие же детали. То есть вот в целом вот эта деталь тоже очень пригодится. То есть из такого календаря у нас имеется много таких маленьких деталюшек и правда они пригодятся. Так собираем его реактор очень даже ну прикольно хоть в таком миниатюрном виде. Я знаю что такие реакторы есть и в крупном виде в большом классное и похоже как бы ну в мини масштабе это очень даже похоже. Собираем подарочек то есть тут конечно же ничегошеньки сложного вообще нету. То есть это мы вставляем сюда это мы сюда если не ошибаюсь да то есть он такого значит красно-синего цвета в целом по цветам айронмена очень даже ну правильно все вроде бы подходит сочетается у нас имеется вот такая интересная новая деталь лично для меня новая не знаю где-то она еще встречалась или нет но не знаю это они хотели показать тоже что как будто это реактор не реактор но в общем то есть вот такая деталь и она крепится сюда и то есть получается не обычный чтобы был бантик а вот такой вот чтобы был бантик да то есть как будто это его деталь или что-то наподобие этого вот и все то есть мы получили подарки айронмену то есть с одной стороны это очень даже хорошо и правильно с другой стороны но как бы от этого можно было и отказаться а вот только это положить то есть опять же Вроде круто, но чего-то как-то, ну что ли, не хватает Ну а так, вроде и неплохо И здесь уже хотя бы это подходит Всё, пятый день мы открыли Теперь давайте дождёмся десятого дня Это будет завтра, откроем и узнаем, что же там Ну, вероятно, будет очередная какая-то постройка Что же, вот такая реакция вышла В основном я практически молчал Просто смотрел, чуть-чуть вставлял свои комментарии и всё Я надеюсь, получилось достаточно интересно Можно было посмотреть такую реакцию Но фигурки, правда, хорошие То есть действительно качественные И не стыдно приобрести такие То есть в этом, конечно же, большущий плюс То, что повторки бывают печально Увы, то, что, скажем так, вот Red появляется два раза в серии Я уже об этом поговорил, я не хочу об этом дальше И то, что вкусняшка есть, почему бы и нет Но точно ли на 100% всем она понравится И на 100% ли она вкусна Вот это, конечно, большой вопрос, но ладно Раз написали так, пусть будет так Ну и сам обзор в виде тоже сделано хорошо, нормально Смотребельно То есть начало Конец связан между собой То есть действительно это очень даже классно То есть это лайк, конечно же Ну и сама подача тоже такая в целом-то приятная То есть всё, можно заканчивать Надеюсь, вам видео понравилось Надеюсь, реакция так же И надеюсь, вы ждёте что-то ещё такое подобное в будущем А пока что я вам говорю всем спасибо Не забудьте подписаться на канал Нажмите обязательно на лайк, чтобы поддержать меня Также нажмите на колокольчик, чтобы мне подписаться на свежие видео И, конечно же, увидимся в новых свежих видео И в таких подобных так же Всё, всем спасибо, всем удачи И всем, конечно же, пока Так, а вот почему я решил закончить видео в наушниках А не без Это уже, конечно, вопрос ко мне Как бы Почему? Не знаю Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!